МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 106 лет со дня рождения поэта, писателя, общественного и государственного деятеля Баграта Шинкупа. Открылся Музей истории Верховного суда Республики Абхазия. Государственное управление по государственной языковой политике объявляет о приеме заявок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 мая 1917 года родился великий абхазский поэт и писатель, автор множества произведений, вошедших в Золотой фонд абхазской литературы, общественный и государственный деятель, кавалер ордена Ахзапша первой степени Баграт Васильевич Шинкупа. В день рождения поэта к его могиле пришли поклонницы вице-президент Республики Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, члены правительства, общественность. Баграт Шинкупа автор множества сборников и стихов, оказавших огромное влияние на развитие национальной литературы. Произведения писателя были переведены на многие языки мира. Одним из своих творений он навсегда возвел памятник исчезнувшему народу губыхов. Романа последний из ушедших было бы вполне достаточно, чтобы навсегда заслужить народную любовь. С именем Баграта Шинкупа связано появление нового жанра в абхазской поэзии – романа в стихах. Ежегодно в день рождения писателя у памятника на набережной Сухума собираются все те, кто высоко чтит его бесценный вклад в абхазскую литературу. Баграт Шинкупа – один из немногих писателей, занимавшихся переводами произведений зарубежных авторов на абхазский язык. Благодаря ему на художественном абхазском языке заговорили герои Александра Пушкина, Йоганна Гёте, Джорджа Байрона и другие. Баграт Шинкупа известен как историк, лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и истории абхазо-адыгских народов. Памятник выдающемуся абхазскому писателю и поэту возведен на его могиле. Один из авторов скульптуры – художник Нукзар Глогуа. Для поэзии, для литературы, для развития языка Нукзар Глогуа сделал очень многое. Его язык является универсальным. После того, как уже литература, абхазская литература начала развиваться, основными классиками литературы были Дмитрий Иосифович Гурья, Юа Кагонья. Но надо было, чтобы литература достигла своей эпогеи в гармонии. Я думаю, один из таких блестящих поэтов является Баграт Шинкуба. Это наш Александр Сергеевич Пушкин, абхазская литература. Мне кажется, что его влияние было и будет навсегда для любого писателя, поэта, который начинает в этой отрасли работать. Много произведений Баграт Шинкуба посвятил любимому селу Члоу. По завещанию самого Баграта Васильевича в родовом доме поэта открыт музей. На стихи Баграта Шинкуба складывались народные песни. Например, известная колыбельная Махаджиров в Щичнане. По мотивам произведений Шинкуба снят фильм «Белый башлык». Песня «Скале» по мотивам поэмы о первом абхазском народном герое Хаджарати Кяхба. Еще в юности Баграт Шинкуба писал, что если упадет одна звезда, то на ее месте засияет другая. И все-таки звезды не будут светить одинаково. Абхазские писатели и поэты уверены, что на небосклоне абхазской поэзии из века в век ярчайшей будет звезда Баграта Шинкуба. Вознаменование юбилея образования судов общей юрисдикции открылся музей «История Верховного суда». Награды, имена, фотографии, символы. Все эти вещи рассказывают о людях, осуществлявших правосудие в Абхазии на протяжении ста лет. Еще один штрих к празднованию столетия образования судов общей юрисдикции. Тюльпанное дерево, высаженное на набережной Махаджиров. Растение семейства магнолиевых появилось напротив комплекса правительственных зданий. В посадке дерева приняли участие судей Верховного суда, судов общей юрисдикции, делегации из России и Южной Осетии. Хотелось отметить это событие каким-то таким мероприятием, которое бы каким-то образом напоминало жителям нашего города, гостям нашей столицы, о том, что нашим судам уже есть 100 лет. И хотелось бы, чтобы непосредственной близости от комплекса правительственных зданий был какой-то объект, который напоминал о том, что у нас есть еще и судебная власть, как третий независимый вид власти. Здание, в котором располагается Верховный суд Республики Абхазии, являющееся историко-культурным наследием, объектом историко-культурного наследия, располагается в поместье, принадлежавшей греческой зажиточной семье Метокса. Павел Спиридонович Метокса построил дом для своей сестры Анны Метокса, как раз в том здании, в котором располагается Верховный суд. А его сын построил здание уже вот здесь, в котором позднее располагался наш государственный архив, наш Абхазский институт языка, истории и литературы. Поэтому, я думаю, очень символично было бы высадить это дерево. Далее состоялось торжественное открытие Музея истории Верховного суда. Событию предшествовала длительная кропотливая работа по сбору информации и экспонатов. Главная экспозиция – своего рода историческая отсылка, посвященная председателям Верховных судов Абхазии с 1923 года и по настоящее время. Очень сложно было найти всех председателей, информацию обо всех председателях. Здесь у нас вывешены их фамилии, их данные, даты, когда они были председателем Верховного суда. Нам хотелось, чтобы как можно большее количество людей ознакомилось с историей судов общередикции Верховного суда. Поэтому в рамках как раз создания самого пространства музея было предусмотрен интерактивный экран. Этот интерактивный экран, каждый может зайти, ознакомиться с экспозицией, которая здесь вывешена. И помимо этих экспозиций, что вывешено, дополнительной информацией. Относительно каждого из председателей Верховного суда отражены фотографии, которые мы нашли, биографии этих людей, а также статьи, которые они написали или которые были написаны в отношении них. Небольшое пространство музея объединило разнообразные экспонаты. Среди них символы судебной власти, фотографии, история зданий суда, а также имена и фамилии работников судебной системы, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии. Так как у нас 100 лет судов общей резиденции, хотелось отразить и также наши районные и городские районные суды, как они у нас располагаются на территории Республики Абхазия. Две экспозиции у нас посвящены государственным наградам и ведомственным наградам. Как я уже говорила на своем выступлении, на торжественной части у нас нынешние судьи и работники аппаратов награждены государственными наградами. И вот здесь вывешены фамилии всех. Музей истории Верховного суда Абхазии смогут посетить все желающие. В ближайшее время с уникальными экспонатами можно будет ознакомиться и на сайте Верховного суда. В МВД состоялся брифинг, в ходе которого министр внутренних дел Вальтер Будба прокомментировал различные заявления и высказывания в социальных сетях по поводу его выступления на встрече в администрации президента 11 мая. В первую очередь считаю важным отметить, что с большим уважением отношусь к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, отдавшись жизнь и здоровье за свободу нашей Родины, за будущее наших детей. В моей семье и в моем окружении немало ветеранов, которые были и остаются для меня авторитетами. Война не закончилась в 93-м году. В 93-м году мы освободили, наши братья освободили территорию Абхазии от врага. Но война приняла совсем другой характер. Начались диверсионные проявления нашего врага, особенно на территории Галтского района. И мы потеряли в результате этих действий наших противников очень много друзей, коллег и ярких личностей нашей страны. Только сотрудников мы потеряли более 60 человек. Вместе со своими коллегами я принимал участие в этих событиях, будучи сотрудником оперативных служб Центрального аппарата. И на все операции, которые были необходимы на тот период, я в составе подразделения Министерства внутренних дел участвовал активно. О том, что война не закончилась в 93-м году, является свидетельством то, что в 2011 году я потерял брата в результате проведенных акций со стороны спецслужб Грузии. Говоря о возможных провокациях и проводя параллели, семевшие место историческими событиями, я имел в виду провокации, свидетелями которыми мы были совсем недавно. И более того, я в контексте подчеркнул, что я ни в коем случае не сравниваю наших ветеранов или же наших политических деятелей. Но мы помним, что в ходе декабрьских событий, имевшие место в 2021 году, мы столкнулись с массовыми беспорядками и нарушением закона правопорядка, угрозами здоровью и жизни наших граждан. Митинг также декларировался как мирный, однако это вылилось в то, о чем я изложил выше. Митинг, имевший место в 2021 году в декабре, изначально был также заявлен как мирный. Но итог нам всем известен. Были применены силы в отношении правоохранителей, обычных граждан, работников средств массовой информации. Был нанесен ущерб государственному имуществу. В ходе расследований мы выявили факты употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ. Хочу подчеркнуть, что мы чудом тогда избежали жертв. И это результат грамотной работы всей правоохранительной системы. Сейчас от этих событий организаторы митинга на тот период пытаются откреститься. Этот факт могут использовать люди, привыкшие к беззаконию, безнаказанности. Безнаказанность поражает беззаконие. В преддверии курортного сезона дестабилизация внутриполитической обстановки будет крайне деструктивно влиять на социально-экономическую составляющую нашей страны. Я ни в коем случае не сравнивал. Я имел в виду, что события, которые могут привести к аналогичным массовым беспорядкам, могут быть использованы недругами нашей страны. Вот что я закладывал по смыслу. И честно сказать, не могу понять, почему именно так меня услышали некоторые граждане и ветераны. Я этого не имел в виду. Но меня не могли услышать иначе. Зная меня за столько времени работы в Министерстве внутренних дел, я никогда, не было за мной никогда, чтобы я как-то относился к людям, исходя из их политических взглядов. Меня могли услышать, на мой взгляд, иначе. Можно было услышать, что я переживаю за правопорядок. Когда говорю я о правопорядке, я не разделяю граждан. Я имею в виду правопорядок, который распространяется на всех. И в преддверии летнекурортного сезона я знаю немало ветеранов, я знаю немало вдов, которые рассчитывают на этот сезон, чтобы заработать деньги и прокормить свои семьи. Вот что я имел в виду. Мне нужен правопорядок, мне нужно процветание нашей страны. И я для этого предлагаю все возможные усилия. Министр внутренних дел Вальтер Бутба обратился к ветеранам Отечественной войны в связи с его выступлением на встрече в администрации президента. Я обращаюсь к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии с просьбой не воспринимать мои высказывания оскорбительными, так как у меня тоже родные и близкие ветераны. И я никогда себе не позволю неуважительно отнестись к вам. Но если кто-либо воспринял мои слова оскорбителями, хотя я, повторюсь, не имел никакого умысла, я приношу ветеранам, завоевавшим свободу нашей Родины, свои извинения. Свою позицию я изложил сегодня при встрече с ветеранами войны, представителями разных политических взглядов, в том числе лидерами оппозиции. Моей основной целью является обеспечение правопорядка на всей территории республики. К другим новостям. В историко-мемориальном музее Нестера Лакоба открылась выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения государственного деятеля Советской Абхазии. В экспозиции представлены архивные фотографии Нестера Лакоба и кинохроника 1920-30-х годов. Организаторам удалось собрать снимки с разными сюжетами и лицами. Студенческие годы Нестера Лакоба с женой Сарии и сыном Рауфом в национальной одежде рядом со Сталиным Никитой Хрущевым. Посетители выставки отмечали огромный вклад Нестера Лакоба в становление государственности Абхазии, сохранение крестьянства в период коллективизации и его большую роль в развитии абхазской интеллигенции. Состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с уполномоченной по правам человека Анас Кишмария. Мактина Джинджолия, вручив поздравительную грамоту, поздравила Анас Кишмария с назначением на должность, выразила надежду на то, что эти два аппарата будут тесно взаимодействовать. Анас Кишмария, в свою очередь, отметила, что все традиции, которые были заложены предшественниками, будут продолжены. Я уверена, что вы вместе со своей молодой профессиональной командой будете очень ответственно и взвешенно подходить ко всем вопросам, касаемые нарушения прав человека, гражданина Республики Абхазия. Вашей предшественнице Асидой Георгиевной Шакрыл была проделана очень большая работа. Я уверена, что эффективно также будет продолжена работа, и вы будете, остаетесь и будете гарантом восстановления нарушенных прав наших граждан, прав и свобод граждан Республики Абхазии. Я, со своей стороны, хочу предложить заключить соглашение о взаимодействии между двумя аппаратами. Если вы, со своей стороны, тоже согласны, уже на следующей встрече можно будет подписать данное соглашение. Большое спасибо, Мактина, за приглашение. Мы с удовольствием пришли к вашу офис. В свою очередь, хотим вас заверить, что все те добрые традиции, которые были заложены нашими предшественниками, мы, конечно же, будем их продолжать. И мы рассчитываем на плотное взаимодействие с вашим институтом, потому что делаем большое общее дело, и защита прав человека невозможна без защиты прав ребенка в том числе. Поэтому мы всегда открыты к общению, к коммуникациям и рады будем с вами сотрудничать. Ускоренные курсы изучения абхазского языка запускают государственное управление по государственной языковой политике и объявляют о приеме заявок. Как сообщила начальник управления Гунда Квицинья, над программой и методикой работали лучшие специалисты. Занятия будут увлекательными и, конечно же, результативными в том случае, если не пропускать занятия. Полный курс будет длиться 4 месяца. На количество человек в группе не превысит 15 человек. А двор слушателей по заявкам будет проходить на основе уровня знания заявителя, что позволит ввести обучение с максимальным вовлечением. Также отметим, что эти курсы подходят и для репатриантов, вернувшихся на историческую родину, испытывающие сложности с изучением абхазского языка. Подробности по указанному на экране номеру. Продолжаем выпуск. Команда детско-юношеского футбольного клуба «Алекс» стала серебряным призером Серебряного кубка открытого первенства города Знаменска Астраханской области среди юношей 2011 года. Физическая культура возникла и развивалась одновременно с общей культурой человека. А забота о развитии спорта по праву является важнейшей составляющей социальной политики любого государства. Занятия спортом способствуют развитию ответственности, толерантности, учат юных спортсменов сотрудничать и работать в команде. Вкупе это оказывает положительное влияние на процесс социализации личности. Но не менее приятны, конечно же, и победы, достигаемые благодаря упорству и труду. «Получили серебряные награды в Серебряном кубке. Там интересная схема была турнира. Организаторы хотели как можно больше наградить команд. И сделали и золотой кубок, и серебряный кубок. То есть нам в Серебряном кубке посчастливилось стать вторыми». Пять игровых дней, конкурс капитанов, игра тренеров. Футболисты из Абхазии провели на турнире восемь игр. Из них две победы, четыре ничьи и два поражения. Лучшим игроком команды на турнире признан Нестер Аутлев. «Наш клуб часто выезжает на турниры. Мы в этом году и были в городе Энгельс. Это Саратовская область. Там мы заняли третье место. Зимой, в январе мы ездили. Играли там в Манеже. И часто мы выезжаем на турниры. Три-четыре раза в год. Благодаря родителям, благодаря каким-то меценатам, которые пытаются помочь детям». Не только серебряный кубок привезли с собой с поездки юные футболисты. Алексей Иваненко рассказал, что ребята посетили Волгоград и вернулись на родину с массой впечатлений. «Ребята также побывали на экскурсии на Мамаевом Кургане. Это в городе Волгоград. В преддверии Дня Победы. Такое знаменательное место. Очень много наших граждан погибло во время Великой Честной войны. Прониклись ребята этой атмосферой. Увидели смену караула. То есть там много чего интересного. Глаза горели у детей. Это очень важно, чтобы побывали в таком месте знаменательном». В марте футбольному клубу исполнилось пять лет. Главный тренер клуба однажды и создал его. А теперь в детско-юношеском клубе, по словам Алексея Иваненко, множество детей самых разных возрастов. «Как-то пришла идея самостоятельно организовать клуб. И потихоньку дети приходят и приходят. У нас много возрастных групп. Начиная с 2009 года, заканчивая с 2017 года уже дети приходят. То есть коллектив такой большой уже. И 19 марта было пять лет у нас. Здесь на стадионе мы его праздновали. Очень много детей было, гостей. Мы позвали команды, с которыми мы часто играем, часто общаемся. И очень было интересно. Я надеюсь, что ребята хотят стать профессионалами. Но если даже не получится стать профессионалами, они должны стать хорошими людьми. Это моя миссия, это миссия нашего клуба, чтобы не только воспитать футболистов профессиональных, но и детей, которые в дальнейшем могли приносить пользу обществу». Юные спортсмены также поделились своими впечатлениями от поездки. «Впечатление хорошее. Очень понравилось в турнире, как приняли. Была мини-экскурсия. Понравилась Родина-Мать. Было очень красиво в Волгограде». «В Волгограде все было красиво. Очень хорошее впечатление о турнире. Очень много всего мы увидели. Была так называемая небольшая экскурсия по Волгограду. Там все красиво было. Родина-Мать очень красивая была в музее. Там были все имена погибших». Команда выразила благодарность председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарашу Хакба, советнику президента Абхазии Ахри Ашуба, Федерации футбола Абхазии за финансовую помощь команде. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Преподаватели и учащиеся Сухумской средней школы номер 6 с имени Комарова провели торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ученики школы с цветами, флагами и фотографиями погибших бойцов направились к парку славы, чтобы возложить цветы к мемориалу павшим. Весь этот год у нас посвящен 30-летию победы нашего народа. Так как сентябрь очень короткий месяц, и мы не успеваем подготовить грандиозные мероприятия, мы решили начать вот с мая. Сегодня у нас, мы приурочили к день рождения нашего первого президента Владислава, и сегодня у нас будет бессмертный полк, в котором дети нашей школы несут фотографии погибших наших ребят, вместе с родителями, вместе с учителями принимают участие со школой. Уважаемые телезрители, сразу после выпуска новостей смотрите прямой эфир из студии. Тема для обсуждения – проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Далее о погоде. По сообщению Гидрометцентра, погода на территории Абхазии в выходные дни будет облачная, местами осадки разной интенсивности. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-19 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова